Здравствуйте, с вами Николай Куфриков и короткие дурацкие видосы. Вертикалы атакуют Ютуб. Ария... Армия уток. Как сделать вирусное видео? Да очень просто. Сходил в магаз, нажал на утку, потом на уток и получил 6 миллионов просмотров. И пошел гулять. И можно дальше пойти, сделать тематический канал, ходить по магазинам, нажимать на игрушки, пойти в магазин сантехники, нажать одновременно на все унитазы. Кстати, если закрыть глаза... Закройте. И послушать. А? Слышите? Звук вузеллы и ликование болельщиков. Это футбол. Чемпионат на носу, и Россия по-любому на него попадет. Закупаемся утками. Больничными. Сурок. Жесть! Как будто какая-то мелкая деваха кричит. Уши режет. Или ей режут уши, я не знаю. Поскольку это сурок, мне приходит на ум прекрасная песня. Музыка Бетховена, слова Гетте, исполняет бездарность. По разным странам я бродил, и мой сурок со мною. И счастлив я, и весел был, и мой сурок со мною. И мой везде, и мой всегда, и мой сурок со мною. Современная дискотека. Уж современней некуда. Приехал за дочкой в садик и прибавил музыку. А тут... А тут веселуха. Идем в отрыв. А помнишь, как мы в 2015-м-то в детском саду отрывались-то? Сколько знатоков музыки в комментариях-то собралось. А я просто уверен, что они слушают Стаса Михайлова. Любовь запретная, моя заветная. А никак не Вивальди. Знаете, а я наоборот. От лица всех маленьких детей, которые вынуждены проводить время в заключении, хочу выразить огромную благодарность безымянному водителю. Спасибо, друг. Под музыку коротать время гораздо легче. Срок, даже я бы сказал. Вот нам музыку никто не включал. Ниоткуда ее было включать. Внимание! Интервью с Игорем Каляниным после матча СК «Динамо». «Динамо» Минск. Это хоккей, если же что. Да, Игорь Калянин по итогам матча СК «Динамо» Минск. Игорь Викторович, во-первых, с победой. Игорь Калянин! Ну кто их так учит говорить? Я не понимаю, у тебя микрофон. Че ты надрываешься? Че ты орешь? Че ты орешь? Шла бы реализация, были хорошие моменты. Могли бы попроще бы сыграть. Ой, ну ладно, в принципе, один раз сорвалось, с кем не бывает. Эмоции. Есть над чем работать, ошибки есть в обороте. Нет, это не случайность. Но рады, что первая победа, это начало сезона. То есть будем надеяться, что улучшим свою игру. Обратите внимание, журналист никак не реагирует. Так и должно быть. И по идее мы второй период провалили, проиграли. Хватит, пощади. В принципе, довольны, как они сегодня сыграли. Спасибо, благодарю вас. Вот последнее, не дал сказать. А говорят, что в армии матерятся. Нет, в армии, конечно, тоже. Бойзово встало, б***ь, финиш уже подходит, б***ь, убежу прекращение. У тебя уже задняя скорость включена, как ты только б***ь там. Футбол против мата мы уже смотрели, хоккей, видимо, не против, блин. Проще бы сыграть, б***ь, если в обороне провалили, проиграли, б***ь, что улучшим свою игру. Какой хоккей, б***ь, такое и интервью. Игорь Калянин, тренер с Капой итогом матча с Минским Динамо. Мне самое смешное, что это они выиграли. Они выиграли 4-1. Просто разгромили. А представляете, если бы они проиграли? Шо бы он там сказал? Проще бы сыграть. Ну а тем временем вместе с вами был Николай Куприков. Спасибо за просмотр. Можете подписаться, можете нажать поднятый палец, если понравилось, и рассказать друзьям. Видео на обзор можете также отправить на сайте, ссылка в описании, в разделе на обзор. И следующий выпуск, это уже сотый по счету выпуск, он будет специальный, какая-нибудь там нарезочка. Может быть выйдет с опозданием, но выйдет и будет что-то такое классное. Очень. Этот тренер сделал мой вчерашний вечер. Уф-уф-уф.